Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здрасьте! Здрасьте, Ванечка! Ваня! Ваня, стой! Здрасьте! 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 Ваня, подожди! Ты как собирался-то? Обед забыл. Сменку держи. Пойдем. Ну, я к Трису похожа, которая в «Опельских морозах» снималась. Так это она и есть, Галь. А ты что? Бела, как ее? Белозерская. Она была Белозерская, стала Плотникова. Она уж лет десять как нигде не снимается. Приятного. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин А ты не ходи. А ты не боишься вылезти из школы? Не, не боюсь. Школы, институты. Это отстой. Вань, что это за разговоры? Где ты вообще такого понабрался? Мам, сейчас весь мир зарабатывает на интернете. Веди себе блог в сетях и не парься. Чтобы вести блоги, нужно, чтобы тебя слушали. А слушают только тогда, когда тебе есть что сказать. А для этого учиться надо. Еще раз услышу подобные разговоры, лишу интернета. Понял? Понял, понял. Все, иди и так уже опоздать. Так, разошлись! 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 Надежда Викторовна, я вызвала вас по поводу Ванины успеваемости и безобразного поведения. Но у нас, оказывается, нарисовывается целый комплекс проблем, в числе которых неуважение к старшим. Вот посмотрите, эти рисунки еще сегодня утром висели на втором этаже. Автор подписал каждое свое произведение. Иван Плотников. Позвольте? Да, конечно. Ну что, похоже? Уловку подметил? Михаил Ильич, дело не в том, похоже или нет. В первую очередь, это неуважение к старшим. Ну, Вера Борисовна, вы перегибаете. У мальчика талант. Что в этом плохого? Талант, Михаил Ильич, должен быть уместен. А это оскорбление. Эти рисунки были вывешены на доску школьных объявлений. И все, кому не лень, потешались. А над кем? Над людьми, кто всю душу вкладывает в ваших, Надежда Викторовна, детей. Вера Борисовна, простите, пожалуйста, такого больше не повторится. Я обязательно поговорю с Ваней. Надежда Викторовна, вы подумайте о классе коррекции. Я прошу прощения, Михаил Ильич, вынуждена вас оставить. У меня урок. Да, конечно. Фу. Из камня высечено просто. У меня ноги подкашиваются, когда я ее вижу. Мне пора. Надя. Вечером встретимся. Я позвоню. Хорошего дня, Михаил Ильич. Доброе утро, Ольга Михайловна. Простите за опоздание. Ну что на этот раз, Надежда Викторовна? Ничего нового. Опять в школу вызывали. Манька нарисовала карикатуры на учителей. А может быть, уже имеет смысл организовать персональную выставку? Смех смехом. А если честно, у меня уже руки опускаются. Я охотно верю. Сама трех сорванцов вырастила. Надежда Викторовна, вчера вечером звонили из администрации. Не за горами День матери. Просили организовать выставку о многодетных матерях нашего города. Пожалуйста, начинайте работать. Поняла. Сделаем. Хорошего дня. Увидимся. Увидимся. После того, как мы обведем ладошки, вырежем их, у нас получится вот такой красивый букет для наших мам. Ух ты! А можно я делаю букет из сердечек? Можно, Олежек. Сделай из сердечек. Сашуль, проследи. Приступаем. Так. Ой, как красиво. Молодец какая. Так, девчонки. Значит, что у нас здесь? Надежда, привет. Мы помешали. Прыходи, проходи. Сейчас, девочки, три минуты. Привет, мамы. Что-то случилось? Нет-нет, мимо шла. С рынка. Продукты купила. Завтра же у отца день рождения. Мам, ты напомнить пришла? Я не забыла. Обязательно поздравлю. Надежда. Ну, мы хотим стол накрыть. Посидеть в тесном семейном кругу. Я, Витя, вы с Ваней. Мы не так часто видимся. Я спрошу у Вани. Что значит спрошу? Ты ему мать. Как скажешь, так и будет. Или всю жизнь собираешься ему потакать? В конце концов, у девушки день рождения. Хорошо, мама. Только не надо меня учить, как воспитывать сына. Ладно. Воспитание и сама разбирайся. А на день рождения отца я вас жду. Вот. Ваня, передай. Довязала. Спасибо, мамуль. Примерьте. Может, что подправить надо? Как у тебя на все это терпение хватает? Я не представляю. Надежда Викторовна, я все вырезу. Молодец, Олежек. Я иду сейчас. Все, все. Не отвлекаю. До завтра. Миша. Привет. Я ненадолго. Манька скоро придет голодный. Ужин готов. Ну, вот, а жили бы мы вместе. Я встречал бы вас вкусным ужином. Ты же знаешь, как я люблю готовить. Знаю, Миша. Мы об этом уже говорили. Пожалуйста, пусть будет все пока так, как есть сейчас. Ладно? Что мы тут делаем? Надь, я хочу помочь. И об этом мы тоже говорили. Я справляюсь. Ты можешь не перебивать, а? Надь, ты не справляешься. Тебе нужна помощь с вами. Вот как раз за ужином я планировала провести с сыном разъяснительную беседу. Надь, Вера Борисовна, конечно, человек тяжелый. Часто перегибает. Но в одном она абсолютно права. Иногда одних разговоров бывает мало. То есть ты тоже считаешь, что я плохая мать и не справляюсь? Надь, ты прекрасная мать. Ну, даже прекрасным матерям. Бывает, нужна помощь со стороны. Я тебе это говорю, как директор школы с 20-летним стажем. И что ты предлагаешь? Я предлагаю познакомиться тебе с психологом из Москвы. Миш, ну, я не потяну сейчас на личного психолога. Ты это прекрасно знаешь. Мать. Ну, что ж ты за человек такой, а? Не нужны никакие деньги. Как? А вот и она. Добрый вечер. Простите, что опоздала. Здравствуйте. Познакомьтесь, это моя дочь Ксения. С недавнего времени по совместительству детский психолог в нашей школе. Очень приятно. А это... Мама одного из проблемных учеников. Плотникова Надежда Викторовна. Очень приятно. Я посвятил Ксению в проблему, поэтому вам осталось договориться только о времени посещения. Думаю, пока раза в неделю будет достаточно. Ваня может приходить ко мне после урока. Да, конечно, я поговорю с Ваней. Спасибо. Да я со стыда готова была провалиться сквозь землю. И ладно там нарисовать. Ну, как ты додумался вывесить свои рисунки на доске объявлений? Ваня, я вообще с кем разговариваю? Это не я. А кто? Не знаю. Ваня, посмотри на меня. Подними на меня глаза. Врешь? Нет. Кто-то из сумки вытащил. Говорю же, не знаю. Правда, не знаю. Завтра мы идем к психологу. Чего? Того. Ни мои слова, ни мои доводы на тебя, к сожалению, не действуют. Мама, я не псих. А я еще чуть-чуть и им стану. Вань, психологи лечат не психов. Они помогают решить проблему. У меня нет проблем. Сказал, не пойду. Пойдешь. А потом мы поедем поздравлять дедушку с днем рождения. Я с друзьями в футбол играю. Вань, это твой родной дедушка. И ты должен его поздравить. Мы с ним характерами не сходимся. Идем на день рождения и точка. Лишь ты. Характерами они не сходятся. А чего это он все время ругает меня? Как будто я ему не родной. Ой, не болтай, а. Мне тоже от него часто доставалось. И до сих пор достается. Совсем забыла. Сегодня бабушка заходила. Свитер тебе связала. Ну-ка, вставай. Вставай, вставай, вставай. Давай-ка. Примерь. 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 Как тебе? По-моему, отлично. Кольца. И вообще, ботанский какой-то. Снимай. Добрый день, Ксения Михайловна. Можно? Проходите, присаживайтесь, Надежда Викторовна. А Ваня где? Я ненадолго. Собственно, сказать, что Ваня ходить не будет. Почему? Что вас смущает? Не меня. Это его решение. Очень хорошо, что вы уважаете меня сына. Но иногда бывают проблемы, в решении которых может помочь только взгляд со стороны. Ксения Михайловна, он не придет. А если я поведу его силой, это будет предательство с моей стороны. Я вас понимаю. В любом случае, мои двери всегда открыты. Спасибо. Хорошего дня. Привет! О, Наю! С днем рождения тебя! Иди сюда! Что такое? Сюрприз! Сейчас, Людочка, мясо забери! Давай! Иду-иду! Давай! Сюда! Папочка, дорогой мой! С днем рождения тебя! Здоровья тебе крепкого! Сил! Хорошего настроения! Всегда! Я тебя люблю! Спасибо, доченька! Спасибо! Так, закрывай глаза! Так! Так! Давай руки! Они жиркие! Ох ты! Штука тяжелая! А можно глаза открыть? Да! С днем рождения! Здравствуй, мой хороший! Вот вы вовремя! Как раз и мясо готово! И стол накрыт! Голодны? Очень! Подарок Ваня лично выбирал! Да? Да! На сто метров стреляет! На стоят хорошо! Но такие вещи надо выбирать по долговечности! Вот у этого тетива очень быстро придет в негодность! Да и приклад хлипковатый! Так! Давайте-ка за стол! А после постреляйте с дедом! Садись, Ванюш! Давай компотик налить! Чего не хвастаешься? Как успехи в школе? Так себе! Нормально! Нормально! Вы уж меж собой определитесь! Нормально или так себе! Витя, без тебя разберутся! Ванечка, ты чего не ешь? Давай-ка на дедово мясо налегай! Худжущий! Угу! Надь, ты бы в какую секцию определила, а? Мужику жилы наращивать надо! А он в меня пошел! Больше к искусству тянется! Рисовать любит, да, Ванька? Надюш, а свитер-то померили? Вань, тебе как свитер? Понравился! Ну, видимо, не очень! Ванн сидит, насупился! Ты чего недовольный такой? Нормально! Нормально! Ты бы хоть спасибо бабушке сказал? Витя, не начинай! Что значит, не начинай? Ты сколько ночей не спала? Ну, мучилась, вязала? Я не просила мучиться! Ты смотри, еще дерзит! Папа, ты чего от него хочешь? Благодарности! Или я много прошу? Вот оно, твое воспитание! Папа, Ваня ребенок, он не умеет лицемерить! Он всегда скажет спасибо, если чувствует искренность и взаимность! Хочешь сказать, что я не искренний? Я бы даже сказала, чересчур! Ты даже не пытаешься сделать вид, что Ваня тебе хоть как-то дорог! Ты хоть раз за десять лет с внуком на рыбалку сходил, мяч погонял! Может, чаю попьем с тортом? Погоди, погоди, Лед! Дай дочь выскажется! Ты со мной все детство в гараже провел! А Ваньку к своим инструментам даже не подпускаю! Не подпускаю! Да ему самому не интересно! А ты предлагал! Да ты даже с детьми постояльцев ласковее, чем с Ваней! Отлично! Я опять во всем виноват! Я не заставляю его любить! Но тогда и взаимности от него не требуй! Ты ведь Ваня за подарок тоже спасибо не сказал! Поехали, Вань! Ну, скажи мне, Люд, ну что я опять не так сделал? Да ты все делаешь так! Это остальные я вокруг дураки! И подарок тебе не такой подарили! И смотрят не так! И живут неправильно! Мам, почему вы с дедушкой за меня ругаетесь? Не из-за тебя мы с ним в принципе ругаемся! С детства! Почему? Вы что, друг друга не любите? Наоборот! Когда мы перестанем ругаться, тогда нужно будет бить тревогу! Ничего не понимаю! Почему? Ванюш, у нас с твоим дедушкой характер один на двоих, упрямый до невозможности! А взгляды на жизнь разные! Но при этом и он и я всегда придем друг другу на помощь! Вот такая у нас любовь с дедушкой твоим! Я ж тебя тоже ругаю! Но при этом не меньше люблю! Садись! Куртку! Так, рабочие тетради, сменка, обед! Да, все взял! Все, хорошо! Вань, пожалуйста, давай хотя бы сегодня без приключений, ладно? Здрасте! Здрасте, Михаил Ильич! Здрасте! Почему еще здесь? Здрасте! Ну-ка быстро в класс! Давай! Ну что, как все ездили? Погоди к ним! Не спрашивай! Чего опять прыгали с папой? А у нас бывает иначе! Надь, какие планы на вечер? Я не знаю, еще пока не думала! Что-то случилось? Как будто призрак увидела! Практически! Миш, я попозже перезвоню, ладно? Да, хорошо! Здрасте! Здрасте! А вы к кому? Я к Андриановой! Здрасте! Так ее не здра... Надежда! А я вас сразу и не признала! А не подскажете, где ее найти можно? Да Наташку с утра в город умотала! Может, ей передать что? Да нет, спасибо, не надо! Ой, если бы ее сейчас видели! Ну, что значит, не пьет, а? Вернулась совершенно другим человеком! Откуда? Из Сибири! Ромка-то, когда умер, она пропала! На десять лет! Мы уже думали, все! А тут, смотрю, месяц назад идет наша краса! А я даже перекрестилась! И что, Наталья Петровна сейчас совсем не пьет? Говорит, вылечили! А что, как? Кто его знает? Наденька, а вы можете у меня подождать Наташу! Она обещала к обеду быть, а автобус вот-вот подойдет! Да нет, спасибо! Я лучше на остановке ее подожду! Где у вас, конечно? Вот там, за продовольствием! Спасибо! До свидания! Ой, до свидания! Ну, еще! Да-да! Подтвердите правильность номера. Если номер нажмите правильный, нажмите вперёд. Здравствуйте, Наталья Петровна. Поговорим? Хорошо выглядите. Ну, наверное, лучше, чем прежде, но в душе. Я знаю, что мне всю жизнь в аду гореть. Что сына даже в последний путь не проводила. Что сделано, то сделано. Мне тогда, кроме водки, ничего не надо было. Где налили, там и хорошо. Все верят, как очутились. Рассказали уже. Встретила гастарбайтера, с ним и поехала. Мне тогда всё равно было, куда ехать, с кем жить. Доехали до Сибири, его машины сшибло насмерть. Насмерть. А я села под Красноярском, зарабатывала ремонтами, что заработаю, то пропью. Так бы и замёрзла в сугробе, если бы не волонтёры. Определили в ночлежку, там у них программы всякие, реабилитация, то и сё. Ну, и помогают бездомным, и мне помогли. И с тех пор сореклась пить. Наталья Петровна, я видела вас около школы. Ну да, я же на могилу к Ромке-то ездила. Ну, заскочила и на внука посмотреть. Такой взрослый уже. Ой, Надь. А с чего вы взяли, что Ваня ваш внук? Надь, ну я два да два сложить-то могу. Мне ж в больнице сказали, что Рому с беременной женщиной привезли. Надя, спасибо тебе. За что? Мой крест тянешь. Чужого ребёнка приняла. Чего вы хотите? Видеть внука. Хоть иногда. Я знаю, мне жизни не хватит грехи замолить. Но так хочется. По-человечески пожить. Заботиться о ком-то. Ладно, Наталья Петровна. Но у меня условия к вам. Для Вани вы дальняя родственница Ромы. Всё, что знали о его происхождении, забываете. Поживёте у нас несколько дней, там посмотрим. Это вроде испытательного срока? Думайте, что хотите. У меня к вам доверия нет. Поэтому предупреждаю на берегу. Хоть капля спиртного, прощаемся навсегда. Наденька, я не подведу. Спасибо, что дала возможность. Она у вас одна. Жду вас завтра на ужин. Спасибо. Спасибо. А ну, разошлись! Да ладно? Ой. Зачем ты меня нарисовал? Да ладно, баран. Чего ты? Прикольно же. Так ты говорил своим дружбанам, когда украл мои рисунки? Думал, не узнаю. Ну, держись. Давай, Баня! Давай, Баня! 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 Разошлись! Разошлись! Прекратили быстро! Плотников, баранов прекратили! Что такое? Школа или подворотня, а? Я его пальцем не тронул. Он первую начал. Кто начал? Малаясь тебе врезал! Тихо! Плотников! Чего распетушился? За что полез на баранова? За дело. За какое? Он знает. Так, понятно. Завтра утром жду обоих в кабинете директора. С родителями. Разошлись по классам. Быстро! Светка! Дорогая моя! Господи! Сколько лет, сколько зим! Ты хоть бы позвонила, предупредила! Я хотела сюрприз сделать! Получился! Получился! Слушай, ну ты столичная штучка! О, статус обязывает! Я заценила! Да я тебе еще раз! Слушай, а у вас бывают обеденные перерывы? Ну, конечно, бывает! Пойдем! Плохие у меня новости! Не пугай! Загулял мой Герка! Да ты что? Да! Кто бы мог подумать! Думал, он угуляется, а думает, все-таки двое детей, привязаны к нему! Но нет! У них, оказывается, это серьезно! А у кого это у них? Да! Продюсерша его с ТВ! Взяла Геру в оборот, вела погибную жизнь, а он лучше-то и развесил! Может, домой вернешься? Думала, Надь, то сюда все равно, что к разбитому корыту! И потом я привыкла к хорошему заработку! Да деньги-то да, но их все не заработаешь, сама знаешь! Ну, а зато была бы возможность больше времени с детьми проводить! Мы же ради них и живем! Надь, от кого я это слышу? Ты случайно рожать не собралась? Да какой рожать? С Ванькой хлопот полногорода! К директору на ковер хожу, как на работу, через день! То окно разобьет, то карикатуру на учителя нарисует! А осенью мы по больничкам! Ты святая женщина, честно! Я бы не смогла заниматься проблемами чужого ребенка! А он мне не чужой! Самый, что ни на есть родной! По кино не скучаешь? Ты знаешь, снится иногда! Просыпаюсь с чувством, что опаздываю на смену! Так может вернуться! И бросить все? Что все, Надь? Борщи и грязную посуду, это твой клуб затхлый? Ваньку! И все, что с ним связано! Да, подруга! Не зря ты боялась материнства, она убила в тебя актрису! Зато ты оказалась замечательной мамочкой! Так и есть! Привет, мам! Привет! Как в школе дела? Все нормально! У тебя всегда нормально! А потом огребаю по полной! И сюда! И сюда! А для кого третья тарелка? У нас что, гости? Гости! Куда? Ты чего такая? Какая? Как будто волнуешься! Так, ты мне лучше расскажи, по каким оврагам тебя носила! С Барановым подрался! Завтра утром тебя ждут в кабинете директора! Прекрасно! А говоришь нормально! Ну и кто кого? Я его! Ну за дело! Приведи себя в порядок! Приведи себя в порядок! Привет! Здрасьте! Заходите! Заходите! Это к чаю! Спасибо! Ваня, познакомься, это Наталья Петровна! Можно просто бабушка Наташа? Это твоя двоюродная бабушка, тетя твоего отца! Здрасьте! Здрасьте! Проходите! Присаживайтесь! Здрасьте! Как на Ромку похож! Вылитый! Похож! Бабушка! А ты откуда приехала? Из Сибири! Это там где тайга? Да, там где тайга! А медведя видела? Да, и медведей, и волков, и кабанов даже! И я целый год в лесу прожила! Так, ладно! Еще успеешь помучать бабушку вопросами, она у нас немножко погостит! Спасибо! Предлагаю компотика за встречу! Так, Наталья Петровна! Оп! Ну? Ну, давайте! Это полнейший беспредел, переходят все границы! Я не знаю, может не заявление на Плотникова в полицию накатать, а? Так, давайте не будем впадать в крайности! В крайности? То есть, Михаил Ильич, вы считаете, что это крайность, если я требую от школы безопасности для своего сына? Анжела Альбертовна, вы правы, случай вопиющий! Будьте уверены, мы не оставим его без внимания и примем меры! В данном случае единственная мера – это изолировать Плотникова от нормальных детей! Переведите его в класс коррекции! Там все такие! Так, подождите, подождите! Давайте дадим мальчишкам возможность самим разобраться в этом конфликте! И чтобы этот малолетний преступник окончательно покалечил моего сына! Анжела Альбертовна, я прекрасно понимаю вас как мать, но давайте без оскорблений! Мой сын не преступник! Он нанес вред здоровью моего Гриши! По-моему, мальчишеские конфликты – это вполне нормально! В моем детстве ходить без синяков было вообще зазорно! Прекрасно! В школе растет бандит, а директор считает, что это нормально! Знаете, как это называется? Михаил Ильич! Покрывательство! Анжела Альбертовна, я думаю, Михаил Ильич имел в виду, что нужно разобраться в ситуации! Прежде, чем применять воспитательные меры! Наверняка, у поступка Вани был какой-то мотив! Вань, за что ты ударил Гришу? Ваня! Заслужил! Пожалуйста! Григорий! Может, ты нам расскажешь, за что тебя обидел Ваня? Да он вообще нервный! То есть, он просто так подошел к тебе и ударил? Да! Трепло! Говорю, беспредел! Нет, чтоб извиниться, так он… Не буду я извиняться! Ваш сын трус и врун! Он знает, за что получил! Надо будет – еще получит! Ваня! О чем тут еще говорить, а? Ваня, стой! Это что сейчас было? Сказал то, что думал! Ты надерзил старшим! Иди вернись в кабинет и извинись перед мамой Баранова! Нет, я не буду просить прощения! Тебя переведут в коррекционный класс, ты это понимаешь? Надежда Викторовна, вы должны привезти Ваню к маме! Ксения Михайловна, мы с Ваней и сами разберемся! Это не просьба и не предложение, это требования администрации школы! Я должна написать характеристику для комиссии, которая будет решать судьбу вам! Хорошо, я поговорю с сыном! Я знаю, молоденькая! О, прелесть какая! Привет! Как вкусно пахнет! Да, пирог соорудил с вишней! Привет, Ванюш! Пошли чай гонять! Давай, Ванька, иди, мой руки! Ну-ка! Вот как мы мальчика нальем! Чего перевернутый такой? Чего случилось? Да, Ванька в школе подрался, теперь ему психолога назначили! С кем подрался-то? С одноклассником! Там еще мамаша такая гангрена! Не переживай! Ничего! Ванюш, ну как дела в школе? А? Ничего, молчишь! Давай расскажи бабушке, за что меня опять в школу вызывали! А заруешь, давай! Ванька! Завтра после школы идем к психологу! Не пойду я никуда! А это не обсуждается! Так директор решил! Я не чокнутый! И характер, как у Ромки один в один! Ничего! Подуется, подуется! Отойдет! Давай я тебе чай налью! Пирога-то попробуешь? Наталья Петровна! У меня сегодня на вечер планы! Это ничего, если я с вами Ваню оставлю? Да, конечно! Отчего нет? Даже не переживай! И накормлю, и присмотрю, и все будет хорошо! Даже не думаю! Спасибо! Вы скоро? Помочь тебе? Надя, штуки! Сиди-сиди, я сам! Слушай, может я правда для Ваньки не авторитет? Может я с ним слишком мягкая? Надя! Ты прекрасная мать! Просто пацану нужен мужской подход в воспитании! Так, Миша! Нам нужно с тобой придумать какое-нибудь стоп-слово для таких ситуаций! Или ты не хотел сейчас предложить нам съехаться, а? Хотел! Ну а если честно, Ваньке просто бурлит творческая энергия! Ей надо дать возможность выплеснуться! Запиши его в художественную школу! На хорошую нужны деньги! Так я помогу! Ну хорошо, вы не хочешь деньгами, я помогу возможностью заработать! Надя! Правда! А давай в нашей школе организуем театральную студию? Нет! Почему? Будут говорить, что директор пристроил свою любовницу, разве и нет? Надя! А если любовница получит стату с жены? Останешься у меня сегодня? Ну, даже не знаю! Ну, оставайся! Ну, он что, Ванька же там не один! С родной бабушка как-никак! Угу! Которая, между прочим, закодированная алкоголичка! Щас сижу с тобой, все мысли там! А чего переживать? Звони, узнай! Звони, узнай! Да, конечно, оставайся, Надь. Да, конечно, не волнуйся, у нас все нормально. До завтра. Ну, хорошо. Ну, что? Остаюсь. Вань, я открою. Здравствуйте. Здравствуйте. Вечер добрый. А мне бы Надежду… Ее нет дома, а завтра она будет. А что-то я вас не припомню. А вы… Наталья Петровна – родственница. Наденьке что-нибудь передать? Не надо. Я сама с ней при встрече поговорю. Тут дела подъездные. Спокойной ночи. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария Алексеевна. Надюш, здравствуй. Здравствуйте. А что это за родственница у тебя объявилась? Наталья Петровна? А это Ромина тетка из Сибири. А ты не боишься с этой теткой из Сибири сына оставлять? Дело, конечно, твое. А почему я должна бояться? Ну, все-таки женщина пьющая. Да нет, Мария Алексеевна. Раньше – да, бывало. А теперь она завязала. Надя… Я много лет храню твою тайну. Ни словом никому не обмолвилась, что Ванька тебе чужой. А почему? Уважаю, люблю тебя. Развязала она. Верь мне. Я с алкоголиком тридцать лет жила. Запах заверсту чую. Спасибо. Спасибо, Мария Алексеевна. Ой, Наденька, да готовить ничего не надо. Я уже все свалила. Ты чего ищешь? Ты чего ищешь-то, Надь? Вот это. На-стой-ка. И чего? Откуда это? Ну, я-то откуда знаю? Надь, ты чего думаешь, это мое, что ли? Ты на это намекаешь? А чье? Сосед дядя Васа пришел и подкинул нам в помойное ведро? Я вас предупреждала, Наталья Петровна, ни капли. Я вам доверила самое дорогое – своего ребенка. Надь, ну, это мое. Ну, я так перестрадала, у меня давление так скакнуло, я чуть тут прям не сдохла. Надь, ну, лечилась я. Ну, пойми ты, ну, я лечилась. Ну, и что? Уходите. Уходите немедленно. Уходите! Надь, ну, ты чего, Надь? Вон. Вон это. Ну, вещи я могу собрать. Ну, привет. Бабушка, а ты почему с вещами? Да вот домой уезжаю. Попрощаться пришла. Прощаться? Почему? Ну, твоя мама считает, что нам тесно в одном доме. Вы поругались? Поругались. Ну, я на твою маму зла не держу. Видимо, просто она до сих пор не может просить твоему отцу, что не сама тебя родила. Не родной ты ей, вот и отыгрывается на нас с тобой. То не так, это не эдак. Как не родной? Как тебя понимать? Слушай, я на остановку уйду. Проводишь меня и поболтаем по дороге? Да, хорошо. Ой, с вещами поможешь. Ваня, ты не была психолога. Ваня, мне пришлось соврать к Ксении Михайловне, что ты приболел. А тебе не привыкать врать. Вань, да ты что? Моя мама погибла в автокатастрофе вместе с папой. Он на тебя уйти хотел. А ты меня никогда не любила и не полюбишь. Вань, да ты что? Ты и про бабушку врала. Она у меня родная. Единственная родная, а не ты. Ваня! Ванечка! Ванюш, сынок, ты проснулся? Давай, пора уже собираться. Завтрак на столе. Твои любимые сырники. Ванюш! Вань! Алло! Вань, ты где, сынок? Я у бабушки. Не надо за мной приезжать. Все равно с тобой жить не буду. У бабушки останусь. А, смотри, слонусь жаром и варенье побольше клади. Бабушка, а где я спать буду? Ну, сперва на моей кровати я на раскладушке, а потом и комнату тебе оборудую, и новую кровать купим. Ты мой сладкий. Я не знаю, что делать, Миша. Ванька меня ненавидит. Он просто на эмоциях. Он считает, что я его предала с кров вправду. Надь, ну чего ты расклеилась? Ты дочь офицера. Давай, соберись и езжай за Ваней. Ну что, мне его силком, что ли, домой тащить? Надо будет силком, значит силком. Ты его мать, ты за него отвечаешь. Это я тебе говорю, как директор и как твой мужчина. Спасибо, Миша. Правда. Михаил Ильич! Ой, простите. Ну вот, этого я и боялась. Теперь разговоров будет. Да и пусть говорят, мне все равно. А где он? И вам здрасте. Ваня, вставай, поехали домой. Я сказала, не буду с тобой жить. Встал, взял вещи и быстро в машину. Не кричи на ребенка. Это мой ребенок. Ваня тебе чужой. А не вам, бросивший своего сына мне указывать. Не хотите рассказать Ване, чем вы занимались в последние годы? Молчите? Ваня, не заставляй меня выводить тебя за руку. Иван останется со мной. Отойдите от двери или я вызову полицию. Не смейте меня пугать. А я не пугаю. По закону я ему мать. А вы ему никто. Я знаю помочь помочь мне. Отдыхаю на все оттуда. Ей! СТУК В ДВЕРЬ Ванечка, открой! Это тетя Света из Москвы приехала. Помнишь, мы с тобой по интернету общались? Вань, ну ты хоть конструктор возьми, я тебе такой классный конструктор привезла. Да бесполезно, Свет, иди чай пить. Он уже четыре часа в заперти сидит, от ужина отказался. А ты ему рассказывала, что его любимая бабушка пьяница? Нет. Пожалела? Да, пожалела. Ну, зря. Хочет правды, пусть знает всю правду. Да я боюсь, как бы она мстить не начала. СТУК В ДВЕРЬ 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 Продолжение следует...